Второй год мы живем в условиях пандемии COVID-19. За это время поняли, вирус очень опасен, бьет по больному и никого не щадит. Отзывы переболевших напоминают хронику необъявленной войны. Пример тому история Фариды Тальгатовны, тяжело перенесший COVID. В течение трех-четырех дней состояние было вот такой вот слабости, а потом, чем дальше, тем хуже становилось мое состояние. Невозможно разламывалась голова, очень сильно болели суставы. Такое было впечатление, что ты упал с девятого этажа. И вот это все у тебя болит, это все ноет, и ни одни таблетки, ни отдых, ни сон не может тебе в этом помочь. Но самое страшное, что при этом заболевании нет сна. Как бы ты не хотел спать, глаза у тебя не закрываются, и ты целыми днями проводишь вот в таком напряжении. Невозможная появилась на десятый день где-то слабость, которая даже не могла позволить встать вот с кровати. К этому ко всему присоединилась невозможная тошнота, отсутствие абсолютно аппетита, не пить, не кушать ты не хочешь. И вот такое впечатление, что ты просто вот заживо вот так вот тихонечко умираешь. А еще паника. Паника на грани психоза. Страх за свою жизнь и жизнь родных. Такого она не испытывала никогда. Таких похожих не было. Во-первых, сумасшедшая лихорадка. Постоянность тебя идет под холодным градом, и ты не знаешь, что тебя ждет буквально через полчаса. И вот этот вот так называемый цитокиновый шторм, который есть, кажется, что вот-вот ты уже выздоровел, но через 2-3 дня снова начинается температура, начинается вот эта лихорадка, потом снова эти симптомы утихают, потом снова начинается вот эта лихорадка. Лишь благодаря врачам, под контролем которых проходило ее лечение, ей удалось вырваться из лап коварной болезни. Люди с еще более страшными симптомами лежат здесь, в ковид-центре. На сегодняшний день число пациентов 243. Сюда ежедневно вновь и вновь прибывают больные по 20-30 человек. В тяжелом состоянии в реанимации сегодня находится 14 человек. Многие люди не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Медики, как на фронте, сражаются за их жизни, работая на износ. Со слезами на глазах врачи рассказывают о летальных исходах. Ковид не щадит ни пожилых, ни молодых. Самый молодой был пациент у нас 29 лет. У него было стопроцентное поражение легких. Он болел примерно в течение, то есть амбулаторно лечился где-то 5 дней, ну и в стационаре лежал 7 дней. Врачи, ежедневно буквально вытаскивающие людей с того света, отмечают, что к ним в красную зону попадают те, кто не поставил прививку. Ну, практически ежедневно пациенты поступают не вакцинированы. То есть те пациенты, которые у нас умерли, то есть это все пациенты не вакцинированы. Кто тяжело болеет, да, они очень жалеют, что они вовремя не поставили прививку. Спрашиваешь, почему не поставил? Ну, не успел. Хотел, но не успел поставить. Ну, такие оправдания нелепые. Медики красной зоны в один голос твердят о необходимости вакцинации. Болезнь страшна и коварна. И вакцинация – это главный действенный способ уберечь себя от смертельного ковида. Пугают и последствия перенесенного заболевания. У пациентов, которые тяжело болеют, у них потом после перенесенной пневмонии формируется фиброз в легких. То есть это уже ограничение потом в последствии в физических нагрузках. Они уже отмечают одышку при ходьбе обычной, то есть при обычной повседневной жизни. То есть выраженный фиброз в легких. То есть кто-то инвалидами потом в последствии становится. Период реабилитации тяжелобольных после лечения в ковид-центре длительный и занимает от 6 до 12 месяцев. Не подвергайте себя и своих близких и любимых опасности. Вакцинация – одно из главных оружий в борьбе с ковид. Щит, способный защитить от страшного недуга. Субтитры создавал DimaTorzok